Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Сегодня поговорим про Cardano, хотя, кстати говоря, на биткоине ситуация тоже очень интересная. Как мы видим, его цена штурмует эту первую цель по CPR, и как мы предполагали, она все же от нее оттолкнулась. Но поговорим об этом более подробно в новом видео, которое я выложу сегодня вечером. А сейчас я хочу поговорить про обновление в сети Cardano. Ведь Чарльз Хоскинсон, создатель Cardano, буквально на днях сообщил некоторые новые сведения касаемо будущего Cardano. Дорогие любители криптовалюты, а особенно Cardano, отметьте 13 августа в календаре красной датой. Именно в этот день, уже завтра, мы узнаем, когда в главной сети Cardano, наконец, заработают смарт-контракты. Пока что это только объявление от Чарльза Хоскинсона, но она заставила Cardano взлететь до 1 доллара 90 центов за монету. В криптопространстве весьма типично для цены актива расти на слухе или объявлении, но на самой новости уже падать. Кстати, заметь, что Cardano очень хорошо оттолкнулась от первой цели по CPR, и сейчас пытается найти поддержку уже на второй цели CPR. Если ей это удастся, то, скорее всего, второй целью будет цена уже в 2 доллара и 1 цент. Уже завтра создатель Cardano Чарльз Хоскинсон выступит с публичным заявлением, когда же это случится, когда Cardano превратится в платформу NFT смарт-контрактов. Анонсируя это в новом видео, Чарльз говорил весьма эмоционально, оно и понятно, этот человек работал над новой эрой для Cardano, которая может быть запущена уже завтра. Хотя и хейтеров у него на самом деле хватает, ведь некоторые функции из обещанных, например, тысячи децентрализованных приложений на Cardano до сих пор нет. Дошло даже до того, что платформа Polymarket опубликовала опрос, сможет ли Cardano запустить смарт-контракты в главной сети до 1 октября 2021-го. На что Чарльз ответил, вы, люди, действительно заставляете меня смеяться. Итак, если мы говорим о датах, многие ожидают от Чарльза объявления о запуске смарт-контрактов уже завтра, но я думаю, что это случится в период до 1 октября 2020-го года. Скорее всего, это не будет завтра. В своем новом видео на YouTube-канале Чарльз сказал, что долгожданное обновление просто-напросто неизбежно, и уже завтра, в пятницу, он сообщит окончательную дату запуска этого обновления. Цитата «Мы сможем объявить завтра, когда состоится хардфорк, и после него вы сможете создавать и запускать смарт-контракты в сети Cardano». Кстати говоря, многие за этим объявлением не заметили очень классную новость для блокчейна Cardano, которая вышла буквально вчера. Практически незаметно для всех в сеть Cardano добавлена поддержка абсолютно новых токенов NFT, которые отличаются от того, что мы видели раньше. Ты спросишь, да как это возможно, ведь запуск NFT в сети Эфира, например, требует поддержки смарт-контрактов, которых в Cardano еще нет. В отличие от таких же токенов в сети Эфириума, NFT на Cardano больше не требует смарт-контрактов. Это абсолютно новая концепция NFT, которую создала Cardano. Официальный кошелек Cardano Foundation уже поддерживает эти токены. На самом деле, ребята, поразительно, как криптовалюта растет на фоне двух самых негативных новостей в этом году. Тот самый криптозакон США, который может уничтожить криптоиндустрию в Штатах. И крупнейший взлом в истории криптовалюты, о котором мы говорили вчера. Да если бы мы сейчас находились в медвежьем рынке, такие новости обрушили бы его точно так же, как это сделал коронавирус в марте 2020-го. То ли рынок действительно такой сильный сейчас, то ли это какая-то манипуляция. Напиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу. Я, как холдер Cardano с 70 центов, сейчас очень возбужден грядущими обновлениями. Я говорил о них еще весной. Запуск смарт-контрактов, интеграция с NFT и DeFi, создание собственного свапа, децентрализованной биржи. Cardano идет к тому, чтобы в итоге испытать шок предложения, когда растущий спрос на аду из-за собственного децентрализованного свапа будет толкать ее цену вверх. Об этом я говорил весной 2021-го и уже завтра мы можем сделать первый шаг навстречу этому будущему. Поэтому будем следить за Чарльзом и его сообщениями. На этом все, ребята. Увидимся сегодня вечером в новом видео. Зарабатывай и богатись. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok